Здравствуйте, меня зовут Анна Волошина, я основательница ресторана Бильбао и выпускница Международного университета вестиприимства и ресторанного бизнеса СНСАМ. Во время путешествия по стране басков я влюбилась в то отношение, с которым баски относятся к гастерномии и культурной традиции. Я могу условно разделить кухню страны басков на три элемента. Первый это пинчис. В стране басков существует невероятное количество пинчис-баров. Пинчис это интерпретация испанских тапос в более изящной манере. И в испанском языке даже существует такой термин «ир де тапос», который как раз-таки подчеркивает культуру хождения от бара к бару, выпить и закусить. Вторая составляющая это традиционная и национальная кухня страны басков. В 1843 году в стране басков появились кулинарные сообщества, так называемые чокус. И мне кажется, что именно благодаря этим сообществам удалось передать и сохранить рецептуру. Что меня поразило больше всего, это то, что центрообразующим звеном, который объединяет вокруг себя людей, является приготовление еды. Третий элемент это модернизм и так называемая баская кухня. И для меня это опять-таки про любовь к еде, про интерес к продукту. Это желание найти новые сочетания, разработать новые технологии, придаст привычному блюду какой-то иной вкус и структуру. И также это, конечно, желание делиться опытом. Я имею в виду баски кулинарный центр, который находится в городе Сан-Себастьян, который, кстати, является одним из мировых рекордсменов по количеству ресторанов со звездами Мишлен на квадратный метр. Мы открыли свои двери для гостей 1 октября 2019 года. И уже буквально через несколько месяцев был объявлен локдаун. На локдауне мы начали сотрудничество с ритейлом. Фактически мы взяли несколько блюд из нашего меню, переработали, получили разрешительную документацию, разработали упаковку и начали поставку продукции в магазины «Вкусвилл». Далее мы начали сотрудничать с магазинами «Премьер». И уже после пандемии «Азбука Вкуса» и «Супер Бабилон». Благодаря сотрудничеству с ритейлом нам удалось обеспечить сотрудников работой и пережить эти сложные времена. Также мы работали на доставку и на вынос. На мой взгляд, это управленческие навыки, организационные способности, финансовая грамотность, насмотренность, эстетическое видение, гибкость как возможность быстро адаптироваться к текущим реалиям. И также, конечно, это любовь к своему делу и любовь к тем процессам, которые оно в себя включает и ежедневно. Обучение в СИСАМ очень помогло. Сначала я закончила курс кулинарного искусства, после которого у меня сложилось четкое понимание всех процессов, которые происходят на кухне. Далее я обучалась на курсе ресторанного менеджмента, итоговой работой которого стала концепция ресторана «Бильбао». Поэтому, фактически, после окончания курса у меня была поэтапная инструкция к открытию собственного ресторана. Также отдельно я хочу отметить сообщество с ВИСАМ. Я имею в виду выпускников и преподавателей. С некоторыми из них мы продолжаем сотрудничать, поддерживаем общение, созваниваемся, делимся опытом, советуемся, ну и просто обсуждаем какие-то текущие задачи. 2022 год мы начали с глобальных изменений в ресторане «Бильбао Новый шеф-повар» Степан Тимошенко. Также мы начали сотрудничество с Александром Мишином в качестве бренд-шефа. В середине февраля мы планируем полностью обновить меню ресторана. Оно будет заключать в себя европейский опыт Александра и авторское видение Степана. Я сейчас не буду рассказывать всех секретов, но скажу то, что у нас появится несколько уникальных эксклюзивных продуктов, которые на данный момент не представлены на рынке Санкт-Петербурга. Поэтому я вас приглашаю продегустировать новое меню и насладиться вкусом блюд.